Наталья Владленевна, заслуженная профессиональной культурой Украины, заведующая отдела, мы попросили с какой-то работы здесь из Армадской сферозы по музею. Но интервью будет давать в российском ученике, как еще раз и поречь. Нет. Интермация, я так понимаю, как называется? Насколько я точнее. Что же? Клуб называется Интермация, правильно? Нет. Это вообще салон искусств Венесского областного художественного музея, который в декабре прошлого года отметил свое 20-летие. По этому случаю он был награжден почерпным знаком Академии Местерства Украины, присутствовал президент Академии Местерства, который очень тепло отзывался о салоне, о том, что мы делаем. Он говорил, что в Украине очень много хороших музеев, но что вот эта изюминка такая есть только в Венеции. Сегодня, Интер, может быть, в ногу со временем, навстречу даже времени, мы изменяем формат салонных вечеров. Это будет такой клубный, клубного типа вечер. И называется это будет Клуб-Идеальный музей Формула Престри. Ну, такой английский философ и ученый Джозеф Престри, который говорил, от слова музей у меня заранее подкашиваются колени. Но если бы мне в музее предложили удобную комнату, не более чем 20 экспонатами, с удобным креслом, хорошим освещением, я бы, наверное, не выходила из музея. Все это есть в наличии у нас. У нас есть удобные кресла, у нас хорошее освещение, у нас прекрасная концертная программа, так что все, кто приходит, у нас очень довольны и из музея не хотят выходить. В таком формате ваш клуб собирается впервые? Впервые, да. Это открытие клуба, это новый проект, открытие проекта. Я раньше тоже имела удовольствие попадать к вам на музыкальные вечера. Чем вот сейчас отличается сегодняшний музыкальный вечер? Сейчас, вот я буквально уже запрограммировала в прошлом году этот проект, узнала, что, например, в Украине выходит проект, где нет ведущего. То есть это отсутствие ведущего. Вот выходят артисты, они сами говорят о тех музыкальных произведениях, которые они исполняют, об этих вот самое главное, как я сейчас говорила, кодах, которые в них существуют. По этим кодам человек и распознает вообще, что заложено в данном произведении. То есть есть какие-то такие музыки, секреты, которые знают профессионалы, и они будут делиться с широкой аудиторией этим. Потому что, в принципе, в классической музыке можно найти ответ на любые вопросы, которые нам задает жизнь. Нужно только уметь этим владеть. Вы уже говорили про цифру 20 лет в том году праздновали, а какой это сезон у вас по счету? 21-й. 21-й сезон. Мы открываем 21-й сезон, но мы проедем. Когда могут приходить к вам венечане? Все ли могут к вам приходить, в котором число вы собираете? Знаете, все могут приходить, ну, видите, вот 50 этих мест обусловливает, что этих все 50 человек, они всегда хотят приходить. Вот это невероятная сложность такая. В принципе, наверное, этот клуб мог быть шире, больше. Но у нас очень маленькое помещение, очень маленький салон. То есть не заботят себя. Ну, зовем офишу, но это почти безнадежно. Потому что все приходят, не то, что приходят все, кто хотят, но еще и хотят на то же место сидеть. И они обычно сидят, как в настоящем салоне. Все-таки по каким дням вы собираетесь? Какая-нибудь салон? Ну, в основном был четверг. Ну, видите, вот сегодня вторник, ведь это очень сложно. Вот Николай Губчук, вот я объявила это, Украина, Германия. Мы сейчас объявляем уже не заслуженно там или... Сейчас это такая тоже новая тенденция. Объявлять там, где человек работает, где он востребован, и где я его с удовольствием принимаю, подписываю с ним контракт, он выступает. Николай Губчук, Украина, Германия. Лидия Футурская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова